Я не могу молиться. Арии и аплодисменты. Необычный концерт состоялся на заводе Красная Сормова. В одном из цехов выступили актеры оперного театра. Символично, что в стенах предприятия прозвучали отрывки оперы «Мать» по одноименному роману нашего земляка Максима Горького. Главный герой литературного произведения Павел Власов. Его прототип – участник революционного движения Петр Заломов. Трудился на Красном Сормове. Изумительно. Мы вкнулись в историю. Тем более история здесь всегда была с нами. На импровизированной сцене декорации и костюмы из коллекции литературного музея. Совсем как в настоящем театре. Превратить цех завода в культурную площадку удалось благодаря проекту «Культурный район». Цель проекта – это вдохнуть в каждый район культурную жизнь. Именно с точки зрения нестандартных проектов, ярких проектов. И задача как раз культурного района – показать, что каждый район имеет свою настолько яркую индивидуальность, свою яркую харизму, свою яркую историю. И что в каждом районе могут происходить настолько неординарные, нестандартные события. Такие события Сормову нужны. Об этом говорит реакция зрителей заводчан. Я люблю ходить в театры, особенно оперные. Поэтому очень приятно было увидеть, услышать в районах своих стен, родных, скажем так. Очень хотелось бы почаще это видеть. Мне очень понравилось мероприятие, конечно. И хотелось бы, чтобы еще, может быть, когда еще приехали бы. Всего в рамках проекта «Культурный район» в Сормове пройдет 16 мероприятий. Это спектакли, кинопоказы, экскурсии и многое другое. Прелесть этой программы в том, что, переходя, этот титул культурного района не отменяет то, что развивается в Сормове. Сормово научится жить, ощущая себя центром культуры. И я не думаю, чтобы согласилась бы этот статус отдать. Статус «Культурный район» обязывает развивать городские территории не только в рамках проекта. Популярной прогулочной и фотозоной среди нижегородцев стал участок улицы Баррикад. Его преобразили участники фестиваля «Место». В настоящую галерею превратилась стена завода «Красная Сормова». Невзрачный серый забор украсили 12 произведений стрит-арта. Впечатляют и размеры полотна – 70 метров в длину и 4 метра в высоту. Пройти мимо и не остановиться, чтобы повнимательнее рассмотреть каждую картину. Но, кажется, просто невозможно. Очень нравится. Стало красиво, стало приятно идти здесь. Ну и класс радует. Это намного лучше, когда облезла штукатурка и какие-то дыры на стенах. А это очень красиво и молодежно выглядит. Цеха заводов, детские сады, школьные актовые залы, скверы и парки. Интересной, развлекательной и познавательной может стать любая городская площадка, даже в отдаленных районах города. Показать это – цель проекта «Культурный район». Перенимать эстафету проекта уже готовится автозавод. Валерия Стародумова, Виталий Кудрявцев. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова